Ты совсем, совсем неинтересна. Танцуют все или хотя бы переминаются с ноги на ногу в ожидании высоких гостей. Пламенные речи сегодня в кратком изложении на улице мороз. Поэтому быстро поздравили, быстро перерезали красную ленту и внутрь. Всё посмотреть, а заодно и погреться. Так, ну что, вперёд! В добрый путь! В добрый путь! Этот детский сад находится на улице Айвазовского. Район густонаселённый, места в садике – вечная проблема. Строить новое учреждение здесь просто негде. Вот и решили на базе старого здания сделать новое. В три этажа вместо двух и с пристройками по бокам. Вы нигде, коллеги, не увидите вот такого. Нигде. Ни в Германии, ни в Испании, ни в Турции. Нигде не увидите подобного, как строят детские сады для детей в нашей России. На реконструкцию ушло 8 месяцев. Меняли перекрытие, укрепляли фундамент. Строительные работы велись круглосуточно. Зато теперь вместо шести групп будет девять. Появился спортивный зал и новый пищеблок. Как это называется? Пара авто. Пара. Или конверт. Конверт. Этот детский сад – первый в череде открытий в этом году. Через месяц новоселье будут праздновать в 28-м микрорайоне. Дошкольная группа появится при двух школах – 51-й и 40-й. И это еще не все. Мы должны будем сдать два садика в университетском. Там самая большая проблема, самая большая очередь. Они уже строятся. Второй и третий этаж пошли. Дальше в планах у нас начать строительство детского сада в 29-м микрорайоне. Грандиозные планы строит и градоначальник. В этом году очередь в дошкольные учреждения должна исчезнуть. Правда, это касается лишь детей с трех до семи лет. Еще вот эту категорию, от двух до трех, или с года до трех, мы пока еще с вами до этой очереди не дошли. Но президентскую программу выполняем. Свою работу детский сад возобновит уже в середине февраля. 90 малышей вернутся обратно. Еще 140 наберут из общей очереди. Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК Новости. Светлана Федоренко, Олег Голобоков.